Как считает глава региона, развитие бройлерного производства в Магадане позволит наладить поставку на прилавки недорогого охлажденного мяса птицы. Не только в областном центре, но и в поселках области. Подходит к завершению реализация первая часть инвестиционного проекта. Птицефабрика готова получать инкубационное яйцо. С приобретением спецтехники появилась возможность выводить и выращивать цыплят. Те средства, которые выделены и выделялись в предыдущие годы, как говорится, пошли в дело. Мы видим реальные результаты. Это активная работа, собственно говоря, хозяев фабрики. Ну а наши инвестиции в минувшем году на оборудование выделено 17 миллионов рублей. В этом году 25 миллионов. Это не возвратные деньги, это инвестиции в развитие. Что, собственно говоря, дает серьезную основу нашему бизнесу развиваться. В детских садах и школах не хватает мяса птицы для сбалансированного питания. Вот уже пять лет как Роспотребнадзор запретил в образовательных учреждениях употребление замороженного мяса. Теперь же с появлением инкубатория на Дугче поставка важного для молодого организма продукта наладится. 11 тысяч детей будут получать в неделю по 200 граммов курятины. Появились первые поставки два года назад, но, к сожалению, они были не очень ритмичными. И мы не могли нормально выстроить работу наших предприятий общественного питания в системе дошкольного и общего образования. С появлением вот этого полного цикла, я думаю, что у нас все это перевыстроится. И вот как положено, один раз в неделю наши школьники, дошколята будут получать охлажденное мясо птицы и в первых блюдах, и во вторых. Поэтому для здоровья детей это очень и очень важно. После получения яиц в аэропорту и доставки их в здании инкубатора происходит приемка вакуумным укладчикам, затем его осмотр и дезинфекция. Уже через 21 день вылупившихся цыплят осматривают, отбраковывают и вакцинируют. Мы можем посмотреть, что происходило с яйцом в тот или иной промежуток времени и просмотреть. Также есть такая хитрая функция, кто делал что с машиной. Инкубационное яйцо, его стоимость 30 рублей за одну штучку, плюс доставка в районе 15 рублей. Порядка 10 рублей уйдет на расходы по его инкубированию, то есть готовый цыпленок будет стоить в районе 55, может 60 рублей. В то время как ранее при покупке живых цыплят в Новосибирске сам цыпленок стоил 50 рублей и его доставка 36. В планах птицеводов выйти на 1000 тонн свежего мяса кур. Это примерно 30% потребности региона в этой продукции. Анна Кая, Алексей Ярошенко, Эхо дня.